Под занавес прошлого года концерны FCA и группа PSA наконец договорились объединиться. Этот процесс не просто продолжается, а будет длиться еще полгода. Пока же партнеры надумали явить миру название нового альянса. Его нарекли Stellantis, взяв за основу латинское слово Stella, то есть звезда или планета. Разработать и утвердить соответствующий логотип партнеры пока не успели. Но это уже мелочи, ведь нигде, кроме корпоративных документов, мы его не увидим. Добавим, что Stellantis объединит 14 автомобильных брендов. Среди них Peugeot, Citroёn и Opel, а также Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Chrysler, Dodge и Jeep. Компания Maserati запоздало занялась электрификацией модельного ряда. Первой бензоэлектрической ласточкой стал седан Ghibli. Ему имплантировали рядную двухлитровую четвёрку, дополненную 48-вольтовым стартер-генератором. По отдаче такая силовая установка лишь немногим уступает более привычному мотору V6. Зато гибридный седан аж на 80 килограммов легче шестицилиндрового. А потому достаточно шустр и вдобавок экономичен, так как потребляет сразу на четверть меньше топлива. При этом итальянцы скроили довольно хитрую выпускную систему, чтобы ни водитель, ни окружающие не поняли, что под капотом упрятаны четыре горшка вместо шести. Впрочем, знатоки всё равно отличат гибридные Ghibli от других. У него другая решётка радиатора и фонари, а кузов щедро украшен нюансами синего цвета. Mercedes поспешил провозгласить обновление G-класса. Хотя знатокам Гелендвагена впору удивлённо вскинуть бровь. Ни внутри, ни снаружи внедорожник не изменился. В чём тогда обновление? Ездовая электроника обзавелась дополнительным внедорожным режимом для пересечения пустынь. Это раз. Расширена палитра цветов, а также добавлены новые пакеты оформления кузова. Это два и три. Закрывает список перемен расширенный набор базовых вещей. В него теперь входит виртуальная панель приборов, парковочный ассистент плюс безрамочное салонное зеркало. Выпуском посвежевших геликов немцы займутся только осенью. Притом дизельная версия 400D, ранее представленная как часть юбилейной спецсерии, станет доступна без каких-либо ограничений. Вот, пожалуй, и все новости.